всем привет всем хорошего дня такое чувство кстати что сегодня пятница хотя четверг вечер и вышел на закате наконец потеплело хоть я иду в шорт кофте но я в шортах очень тепло на улице и днем прям припекало и сегодня успел сходить днем до магазина сейчас вечером вышел думал пройдусь просто увидел такое красивое солнце забежал в концу и пока бегал вот она уже опустилась сильнее но другого времени как выйти сейчас не было можно чуть позже выйти но уж солнце-то не будет таким красивым на закате пошел и в итоге она вообще скрылась солнце немного пройтись то что погода очень хорошая кажется там даже видно солнечно ярко и благодаря тому что были осадки зелень насыщенная сегодня я читал новости что generalitat или авто в автономии то есть в каталонии писали что 202 региона но вернее региона а провинции наверно так правильно сказать меняют чрезвычайное положение на какой-то там чуть ниже что все хорошо становится благодаря дождям восстановилась бассейн как правильно называется резервуары нас водой 25 процентов вот поэтому хранилище наполняются потихоньку водой это хорошо вот поэтому я надеюсь что еще будут все-таки дожди но не будет так холодно как было очень много где посадили новых деревьев дошел увидел что цветы здесь буду гляну это кустовые розы наверное или пионовидные розы они еще не все распустились я так хотел закат посмотреть в итоге что его как-то особо и нет вот раньше начинается снимать потому что солнце было очень красиво хотя бы сейчас закаты начинают период когда я не раз говорил мне кажется я продолжу говорить о том что летом закаты красивые но они все вот такие вот одинаковые то что самые красивые закаты зимой и расцветы тоже зимой весной осенью сейчас вот собственно так вот все будет уже вы либо если дождь будет по после дождя либо либо до дождя не знаю как там будет красивая пора закатов и рассветов ни разу не помню может я рассказывал или не рассказывал но до переезда в испанию я работал в телекомпании да я начал свой творческий путь со свою карьеру на тв в новостях и был режиссором новостей можете себе представить такую картину когда ты приходишь тебе 19 лет и ты и тебя садят за пульт и тебе нужно руководить взрослыми инженерами операторами так далее которым уже там за 30-40 лет я прям помню прекрасно даже как они бастовали и не хотели работать под моим началом потому что но нас в новостях было три режиссера и мы работали на какую-то по смену день первый день режиссер второй день помощник режиссера третий день выходной день и вот и когда естественно ты режиссер ты сидишь за пультом и выпускаешь новости и программу вечернюю talk show где говорят разговаривают на злободневную тему да с гостями вот и как бы ты еще и филиш и вот эту программу вот и получается что я когда сидел на эфире я всегда хотел что-то чтобы это было не просто вот вот так вот как вы имеете чтобы камера там летала бежала кита ведущая шла и так далее ну короче сразу было видно что же пультом сижу я потому что новости немножечко отличались мы короче и вот и когда меня посадили за пульт мне кажется что все-все-все возмущены не возмущались а там их и кубок протест и они там протестовали а я же не отстану камеру просто разверну чтобы не на мое лицо смотреть а любоваться красотой природы испанской ну вот и они же но как бы я не отстану от них хочу делать ну либо тут смириться и делать либо но как бы не смириться у меня такая позиция была не нравится ну иди вот пиши заявление на увольнение после я к тому что ну понятно что это не от меня зависит и не директор новостей вот и имеется ввиду что ну а если тебе не нравится работа ну что ты тут сидишь ну иди тут найдутся еще люди которые захотят сесть на твое место поверьте работа на тв ну ну по крайней мере тогда когда я пришел только на тв казалось вообще что то прям такое вот дико престижное дико интересное и несмотря на то что это как бы региональный телеканал да кстати 7 мая ему исполнилось 30 лет в этом году в двадцать четвертом году и из них 9 лет я проработал чуть больше 9 лет я проработал на телеканале твк в городе красноярске вот и но у меня такое мнение что не нравится дорога дверь открыта вот идите ищите другие места поэтому ради бога вот ну и там скрипя зубами они все-таки делали какие-то вещи которые ну им там нравились не нравились это водохранилище что-то почему тут все затоплено и вот приходилось милиции я помню даже когда у нас был первый год запустили но вообще летом самое мертвое время года это вот лето и январь почему потому что после праздников затишье обычно до у людей у телезрителей а летом это вот как бы обычно дача отпуска и так далее то есть тоже такой мертвый сезон с июня по конец августа даже вот телевизионные сезоны ухты по моему точку на фото правда воняет вот телевизионные сезоны они делятся именно с сентября по май на по конец мая так обычно выглядит телевизионный сезон и вот летом чтобы хоть как-то зрители осмотрели мы по воскресеньям делали выездные студии с каждое воскресенье мы с птс к передвижной телевизионной станции выезжали на какие-то вот интересные места я помню мы ездили на краснодарское море на забыл как называется трасса где гонки устраивают и так далее очень много было мест разных точек и вот я каждое воскресенье ездил до тех пор пока в один день не ушел в отпуск а это вот по-моему я 1 воскресенье тогда пропустил потому что на неделю ушел вот вот и первое первое птс к 1 эфир был как раз для меня вообще 1 для меня ты вообще был первый потому что я как бы до этого никогда не сидел за птс коми максимально что я помогут как раз на 9 мая у нас была трансляция торжественного шествия с главной площади с центральной да и вот я там как бы сидел на этом был как помощник режиссера ну и собственно смотрел как это все происходит вот и тут наступает этот вот момент а там получается что раньше же мы как бы монтировали сюжеты не на компьютерах как сейчас на таких вот специальных магнитофонах да то есть тебе приносят кассету из кассеты на кассету монтируешь сюжет вот и у меня был с собой такой переносной лаптоп или я не знаю как он называется правильно к маленький но он тяжеленная такая коробка как ноутбук но просто в 25 раз больше вот и ну то есть один режиссер оставался в телекомпании а второй вот я ехал куда-нибудь там на выезд да и вот первый наш выезд первый наш выезд был с красное кольцо называется вот этот раз вспомнил с красного кольца мы выходили в эфир и вот но а режиссер почему остается для подстраховки потому что там как бы намонтировать сюжеты и мало ли что там связь не пойдет или еще что то то и сюжеты выдаются они как бы хотя нет сптс они тоже выдавались но выдаются из центральной аппаратной из эфирной вернее аппаратной центральной аппаратной немножко другое вот и естественно я как бы первый раз сел за этот пульт и там вот оператор был не буду называть имен мне кажется после эфира у меня просто проклинал материл всячески как вот можно как нельзя потому что фирил я свой первый раз и но тогда а мы тогда кстати директор новостей кому с вами была вот она там по моему такая успокойся все нормально для первого эфира все окей но на самом деле как бы мой первый эфир вообще намного смешнее не именно передвижной телевизионной станции а вообще в принципе когда только пришел на телеканал до работать когда там мы выдавали новости в эфир я пришел работать в новостную программу только что она запуска дни как только что она запускалась был как бы для нас нам для небольшой команды у нас было там два оператора три корреспондента я как режиссер и ведущая директор да ну и продюсер в том числе вот мы выходили с понедельника по пятницу программа называлась что случилось ну и собственно там а там такая огромная была пиар-компания баннеры висели по городу там ездили машины разбивали специально закупленные старые машины их ездили крушили битами тогда это такая огромная была пиар-компания вот ну и первый день мы в сентябре запускались а я пришел в телекомпанию весной то есть все это время я как бы стажировался от весны до сентября и в сентябре мы запускали эту программу мне купили компьютер то есть это уже был тот момент когда программа что случилось монтировалась на компьютерах хотя новости монтировались на кассетах то есть там была система какая то есть то есть то есть это я там слова поразить допустим система выглядела как люди снимали корреспонденты оператор снимали видео на кассеты приносили потом то все оцифровывалась загонялась компьютер и вот выдавалась в эфир поскольку программа была 15 минут всего то это как бы все просто очень там делалось быстро и выходили мы естественно не в прямом эфире вот ну и все я собрал выпуск вывел его отдал в центральную аппаратную чтобы его запустили ну и короче все директора собрались все корреспонденты все новости намонтировали заранее сели смотреть надо же ленточку красным разрезать прямой эфир 1 ну надо бы как бы отметить короче все смотрят и каково было всех удивление что программа вышла без звука просто тотальная тишина я такой думаю ой просто шагаю назад и вот все кто там были все так на меня поворачиваются а я ничего вот собственно но потом мы выяснили что там оказывается когда поставили там куда плата короче не столь суть там уже были то техническая какая-то часть была в принципе особо меня не касается вот потому что там потом даже режиссер который 20 лет не 20 работ на свет рука отработал 15 лет на телеканале пришел и долго сам разбирался мог пойти на такое вот ну и собственно он там вывел этот выпуск он вышел в итоге не в 19-30 а по-моему в 20 00 или ну чуть позже короче он вышел этот выпуск вот ну и с тех пор моя карьера пошла вверх через зимой я уже перешел в новости после нового года я вышел в новости и в 2014 году я перешел уже в итоге в маркетинг я потом был режиссером специальных новостей специальных репортажей большие репортажи монтировал специальные расследования специальные репортажи всякие там программы человек обидели и так далее короче много-много разных таких вот программ монтировал красивый закат давай так не хочется идти вот и и потом я ушел в маркетинг параллельном монтировал вот эти выпуски уже в новости об новостях и остался только в воскресных запустили проект воскресных новостей и я работал воскресных новостях как режиссер и как ну то есть я был как помощник режиссера верный и как дизайнер то есть я две функции в одном вот и получается с того 2014 года я пошел в маркетинге работать пошел по карьерной лестнице в маркетинге был дизайнером занимался оформлением визуальным оформлением телеканала на участвовал в разных конкурсах тэфи мы кстати я когда эфирил вспомнил просто историю нас был эфир я был режиссером новостей от момента и случилось землетрясение прям в прямом эфире у нас закачались софиты покатились кресло а это был ночной эфир 23 00 выходили новости тогда и такие что происходит вот и ведущий он же и продюсер ночных новостей тогда был в общем он принял решение что нет давайте ребята мы остаемся в эфире и не уходим и мы первые кто рассказали о землетрясении в городе все включали телеканал твк все точно знали что за всей информацией достоверно все нужно и бежать на твк да смотреть вот там все кто рядом жили прибежали на твк такие говорят мы думаем что здесь островок безопасности здесь безопасно и дети компания находится на первом этаже находилась тогда и как бы вот это все здание жилое 16-этажное если будет рушиться то как бы рухнет на собственно компания ладно ничего не рухнуло все хорошо и мы за этот выпуск получили тэфи на это очень приятно вообще много там тэфи я не помню компания твк в общем то ли 13 то ли 15 статуэток сейчас врать не будут все можно посмотреть на википедии вот я не помню я еще получал за дизайн там за медиабренд мы занимали первые места за лучшие промо ролики мы занимали наша команда на я вот и помню что я получил статуэтку за лучшее визуальное оформление телевизионной программы программа называлась женские истории и вот тогда а мне очень нравилось знаете что самое интересное мой директор мне разрешал делать для моего полета фантазии как бы все что я хочу ну понятно что если например в рамках новостей то там как бы ну я строго придерживался стиля но и мне кажется меня не надо было особо контролировать потому что я не прыгну и не сделаю то чего не надо то есть я такой давнишний фанат телекомпании твк который следил или последил за всем за развитием дизайна да как вообще менялось оформление телеканала какие цвета и так далее то есть поэтому в принципе за все это время сказать что я что-то сделал не так наверное было сложно потому что все происходило ровно по тому как и должно быть короче вот и за эти годы вот было несколько статуэток да я же еще учился в британской высшей школе дизайна как раз в 2014 году когда я перешел я уехал ненадолго учился на дизайне в британской высшей школе дизайна вот очень классно было мне очень нравилось ну и вот короче такой вот у меня был путь от режиссера до дизайнера в итоге сейчас так как бы все эти навыки мне еще и пригождается и самое интересное я когда уже ушел в телекомпании да когда уехал в испанию еще какое-то время пока проект воскресные новости существовал я еще продолжал сотрудничать и работал как дизайнер до новостей в воскресных именно воскресных и потом еще какое-то время я уже не работал дизайнерности я работал только над одним проектом женский взгляд вот и мы с юлей она сейчас уже уехала из красноярска делали ну вот собственно программу выпуск верит на сюжет он опять был такой женский взгляд по программе закрылась я работаю программа закрылась я больше не работал и сейчас кстати последняя моя работа для телеканала только было оформление на утренней программы нового утра можно посмотреть он на моем втором канале выложим можно посмотреть вот так что я продолжаю творить здесь в испании как промо ролики так и дизайн так и видео и так далее такая вот короче могла карьера но если вам интересно вообще еще какие-то истории узнать о жизни и работы телекомпании поверьте истории было много интересных я конечно могу рассказать а вы пишите в комментариях обязательно запишу видео расскажу в общем все пошел и домой всем хорошего дня хорошего настроения увидимся в следующем видео пока пока